Всем привет, друзья, с вами Стормин, и сегодня мы рассмотрим именного раба по имени Спинос Мародер, именной раб с вулкана. Давайте сейчас посмотрим, где я его обнаружил, где я его нашел. Итак, вот это место на карте, ну а сейчас мы вдвоем с Теймосом накидаем ему дубиналами, попробуем во всяком случае. Так, нужно сразу взять дубинку, у меня дубинка Шета, которую я достал в винном погребе. Итак, начало положено. Кстати, хочу сказать, что довольно-таки крепкий боец, и, как вы видите, друзья, поддается с трудом оглушению. Но, тем не менее, мы сейчас ему все равно накидаем, однозначно, вдвоем, но все равно справимся. Да, ну вот, мои жизни приближаются уже к середине. Он все-таки не только силен в том, что оглушается медленно, но и удар наносит хороший. Вот, посмотрите, друзья, пиздец у меня заканчивается в жизни. Он обладает, точнее, вооружен копьем и обладает сильным ударом. Так, ладно, сейчас восполнимся, пока Теймос... Ему-то вообще похер. Теймос сейчас пока набросает. Хотя нет, друзья, вы посмотрите, даже Теймос немного уже получил по ушам. Ну, совсем незначительно. Но, тем не менее, Теймос от Тигра так не получал, как от этого. Так, осталось немного. Нужно нажимать. Ах, черт. Опять я промахиваюсь и опять огребаем. Ну, ладно, предоставим это возможность, как бы, пусть больше Теймос накидывает. Вон, я смотрю, Теймос уже восстановился практически полностью. Так, ну вот и все. Спинат-мародер закончился. Отлично. Сейчас нужно забрать его. Темно здесь. Не очень-то все видно. Сейчас я возьму скрепы мертвеца. Факел погаснет и будет ничего не видно. Ага, ну вот и все. И где? Так, вот. Нужно сначала намесить его. Вот, все. Взяли. Отправляемся домой, друзья. Итак, вот мы дома. Кстати, построил здесь вот в пустыне, недалеко от крепости Клаэля, еще одну хижину. Колесо боли, чтобы с вулкана рабов таскать было поближе. Ну что ж, все. Спина встала в очередь. Ждем. Итак, вот прошло какое-то время. И сейчас мы попробуем, посмотрим, что он из себя представляет. Давайте заберем его. Так, меч у хрома тоже заберем. Ну и сразу я уже приготовил для него химеристую граню. Сейчас мы его облачим. Так, вот такого вида представляет из себя этот спинат-мародер, именно раб. Так, что мы видим? 4752. Обсидиановое копье имеет вооружение. Ну, мы его вооружим мечом крома. Так, давайте скинем с него все это барахло и оденем в кемерийскую броню. Теперь давайте посмотрим, сколько он имеет хп. 5065. Ну и давайте посмотрим, что у него по параметрам. Итак, сила 15. Параворство небольшое. Меткость, но она и не нужна. Выживание 15. Ну что ж, пробуем качать его. И посмотрим, что из него получится. Итак, друзья. Сейчас мы проведем спарринг. Так, вот давайте посмотрим. На 10 уровне он имеет 5504 очка хп. По параметрам. Сила 30. Параворство 8. Меткость... Ненужная меткость 10. Выживание 26. И получил черту стойкость. Ну что ж, сейчас попробуем провести спарринг между носорогом-боссом на востоке. Таким вот своеобразным носорогом. И посмотрим, чья возьмет. Не, ну я думаю, что спинус все равно, он как-то должен победить. Сразу я не стал его кидать на белого тигра. Так, для проверки. Давайте сейчас посмотрим, что из этого получится. Ага. Так, он завис. Он провалился с текстуры. А вот вылезет нет. Так, это не есть хорошо. Что, давай, выползай куда-нибудь уже. Ага, кто-то квакает вправо. А, вот. Это птица такая. Так, ну что у нас, вылазить нет? Ну давай, что ли, уже, а? Что-то тут окопал. Все, наконец-то, наконец-то он вылез. Ну и вот здесь вот, наверное, уже проваливаться некуда. Здесь попробуем завязать эту возню, этот бой. Так, ну все. Вроде все прекрасно. Так, ну посмотрите, друзья. Носорог уже огребается. Видимо, количество хп у него незначительное. Так как видно, после каждого удара у него уменьшаются, заметно уменьшаются жизни. Ну что, и где? Где наш? Ага, вот, все. Да не ходи ко мне, давай, отражайся. Ну и все, вроде понеслась. Да, да, заметно, очень заметно уменьшаются жизни после каждого удара. Вот, посмотрите, друзья, на полоску. Так, я думаю, что стоит как-то немножко усложнить задачу нашему рабу. Там он еще мелкий носорог был. Ну, точнее, не мелкий, а обычный. То есть не босс. А, да, кстати, друзья, это не босс, это мини-босс вообще. Так, ну что ж, давайте вот здесь что-то проведем. Пусть и этот тоже сагрится на нашего раба. И мы посмотрим, как он справится с двумя. Так, нет, сагрился на меня. Ну ладно, я так думаю, что это ненадолго. Сейчас мы отбежим немного, и все будет нормально. А, нет, он так и продолжает бежать за мной. Да и второй тоже, да что вы. Чем я вам так приглянулся, непонятно. Так, ну ладно, вот сюда заберемся чуть повыше. Ну и вот, двое носорогов атакуют. Ну, этого носорога-то и жизни практически уже не остается. Так. Ага, вот один носорог отлетает, тот, который не мини-босс. А мини-босс остается... Остается как бы... Жить на последнем издыхании уже. Остается совсем немного ему. После чего посмотрим, что находится в сундуке. Кстати, этот мини-босс имеет ключ. И здесь недалеко находится сундук. Посмотрим, что он охраняет. Ну и посмотрим параметры. А, нет, хотя параметры, в принципе, мы уже смотрели, что их смотреть. Уровень он так и не прибавил. Да. Уровень он не прибавляет. Ну и мы смотрим просто сундук. Лутаем, смотрим, что там находится. Итак, что же в нем? Это жайбарские ножи. Урон 45, пробивание 18, кровотечение и бонус к проворству. Вот такой вот именной рапс вулкана. Ну а у меня на этом все, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова